Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог, показываю вам на балконе, потому что оттонировалась, оттонировалась и получилось в принципе в своем цвете натуральном, который у меня от природы, да, ну практически. Я уже недели три или две мучаюсь покраситься мне в темный или не покраситься, потому что хочется. Хочется поддерживать красивый светлый оттенок, это на самом деле тяжело и хочется обратно как-то темненького, захотелось и я не жалею в принципе, я не жалею. Я тонировала с девчонки краской, я вам снимала видео как тонироваться краской, просто получается я подержала подольше на волосах всю эту смесь, всю эту тонировку и у меня получился такой темный оттенок. Не знаю как он быстро будет смываться, мой любимый темный цвет Faberlic это Expert Color оттенок 4.1, возможно потом его не возьму. Чтобы лишний раз волосы не травмировать, не жечь, да, я решила вот именно тонировкой прибегнуть к окраске. Вот и в общем получился вот такой цвет. Волосы отращиваю, волосы не стригу и хочу вот в таком вот темном цвете их пока отращивать. Ну вот и все. Мои хорошие, сейчас скоро приедет курьер, привезет посылочку Миксит вместе с вами, распакуем все, посмотрим, будем тестировать. Пока побежала я за ребенком в школу. Пришла посылочка Миксит, давайте вместе с вами распаковывать. У меня там много антисептиков, санитайзеров, уже второй раз их заказываю, потому что это сейчас очень актуально. Также много всяких ой, ножницы упали. Интересных штук. Даже штатив задела. Так, накладная, конвертики, вот кто тут лезет, кто тут лезет? Наклейки быстрей. Сейчас, подожди, мы посмотрим. Ну на, открывай конвертик. Так, это открыточка Миксит. Так красиво, классно вообще. Так, первое, что вижу, это у нас сухие сливки для ванны, для шелковой кожи с маслами манго и органы. Ой, мне безумно хотелось их попробовать. Сейчас такое холодное. А, ну-ка покажи, не видно так, котен. А, это блокнотик всегда такой вкладывают, очень удобно. Маленькую сумочку. Маленькую сумочку, да, можно положить, мы их используем. Так, держи. А, наклейки, да, новые. В прошлый раз другие были, смотри, какие. О, я угадала, что здесь такие штучки. Твои любимые, да? Да. Наклейки классные. Наши на сусаптики. Ледние. Подожди, мы по порядку сейчас все будем доставать. Подожди. Так, сейчас люблю сидеть в теплой ванне, частенько, потому что холодное время года, и вот такие вот сливочки актуальны. Очень. Так, кому интересно, смотрите, состав. Масла прям все в начале, здорово. Не тестируется на животных, но это мы все знаем про миксидзип-пакетик. Давайте своим попробуем. Все обязательно протестируем потом. Ух ты, класс. Мне так нравится у меня их кокосовый сейчас скраб для тела, я тащусь. Теперь еще для... Ой, манго прям бьет в нос ароматно. Класс, вообще, я обожаю. Это вот, кто меня давно смотрит, знает, что я больше всего обожаю аромат манго в косметической продукции. Невероятный. Просто невероятный. Ну-ка. Что они из тебя представляют? Знаете, такой как сухой порошок, да? Песочек. Как сухое молоко. Или песочек. Но даже мельче, чем песочек, потому что, смотрите, он на основе сухого молока, я так понимаю. Так, закрывайся, а то сейчас мы тебя здесь просыпем. На основе сухого молока, потому что здесь, смотрите, на первом месте вот dry milk, да? Морская соль, я так понимаю, на втором. Состав классный. Так, дальше. Надо поставить, а то я сейчас просыплю. Только не антисептики. Антисептики, да, это вообще сейчас тема. Давай антисептики достанем. О, в прошлый раз у меня другой был в зеленой бутылочке. У нас такой еще есть. Есть, да. Так, пока все. Пока все антисептики, все. Отползай немножко. Так, вот такой в бутылочке. Вообще здорово, что такие форматы разные есть, это удобно. Вот это гель-антисептика, третий раз, один раз подарок, мне положили второй раз, заказывала. И сейчас вот тоже антисептический гель для рук. Кладу такой в рюкзак в школу ребенка. Ты, кстати, обрабатываешь руки в школе? Нет. Забываешь? А почему? Надо. Вышли в школу, все кругом болеют. А я не помню, сколько здесь, но больше 70, девчонок спирта, по-моему. Сколько здесь спирта, уровень PH. Но мне нравится, они ручки не сушат. И вот такой вот маленький формат, да, я кладу, вот второй принесла из рюкзака. Ну и что, тут чуть-чуть израсходовала, чтобы в школе обрабатывала руки, особенно перед едой, поняла? Перед едой? Обязательно убивать 99 всех вирусов бактерий. Где же здесь, девчонки, спирт? Я забыла. Сколько процентов? Так, теперь вот такой формат тоже можно в сумку брать. Я на работу с собой кладу такие, это антисептический спрей. Убивает тоже 99,9%. Спрей для рук с антибактериальным эффектом. У меня в тот раз другой был спрей, где-то у нас там стоит еще, да? Нет, другой от Миксит, котенок. Такой? Мы почти его добили. Нет липкости, действительно нет липкости. Так. Ну, прям спирт бьет в нос. Его здесь приличное содержание. И без всяких таких вот примесей. Ой, ладно, не ищи уже, бог с ним. Без всяких таких примесей, но сейчас хочу сказать, что он уветривается, и есть какая-то такая вкуснючая отдушечка. Когда спирт сам испаряется, прям она есть. Так, где у нас состав? Вот состав изопропиловый спирт, вода, а вот касторовое масло. Ну что с фокусом-то? И глицерин есть, это хорошо. И вот парфюмерная душка. Так, и вот такой еще антисептик. Вот так вот в таком формате. У меня до этого был зеленый бутыль, он еще больше. Не так много его осталось. Можно обрабатывать поверхности. А можно его разливать в маленькие бутылочки тоже и брать с собой. Смотрите, как они его здорово закрутили, чтобы он, не дай бог, не пролился, да? Вот такой пакетик здесь сверху, молодцы. И здесь у нас, по-моему, есть заглушечка. Ага, вот она. Я люблю такие форматы, вот обрабатывать с ними дома поверхности. Да можно что угодно вообще. Так, здесь у нас вот состав. Тоже касторовое масло, в принципе, он аналогичный. Только он, смотрите, такого розового, красивого цвета. Понюхаем. Он такой же, по-моему, даже с такой же отдушкой. Сейчас, подожди, Катя. По-моему, он такой же. Сейчас спирт выветрится. Просто разные форматы разных цветов. Дисептиков на понюх руку. Ну, приятно пахнет. Тоже приятная отдушка такая остается после того, как спирт выветрится. И ручки не сушат, мне это очень нравится. Поэтому антисептиков мало не бывает сейчас. Сколько это вся песня у нас еще продлится, неизвестно. Так, давайте доставать дальше. Что тут у нас осталось? Можете забирать коробку с пенопластом. Ура, да. Так, девчонки, первый продукт. Это ночная маска для рук. Регенерирующая. И питательная восстанавливающая маска для рук. Решила заняться руками, потому что лицо, тело, волосы получают достаточный уход. А вот руки что-то не всегда. Смотрите, у нас прозрачные тубы. То есть можно увидеть продукт. Сколько его, как бы и как он выглядит вообще. Так, давайте по составам пройдемся, кому интересно. Фокус сегодня выделывается. Невозможно. Так, и вот эта масочка еще. Это ежедневная, а это у нас получается ночная. Ночная, девчонки, голубой ретинол, керамидный комплекс, масло шеи, макадами, жажаба. Так, сквалан. Я не знаю, что это такое. И гиалуроночка. Нанести на кожу рук плотным слоем, распределить маску. Для усиления эффекта рекомендуется надеть хлопковые или полиэтиленовые перчатки. А я перчатки у меня есть дома. Я сегодня обязательно попробую так перед сном в перчаточках вот с этой масочкой походить. И вам отзыв тогда скажу. Так, а вот это ежедневная у нас способ применения. Здесь тоже масло шеи, водорастворимый коллаген, гиалуронка, мочевина. Мочевина для смягчения. Это тоже классно, кстати. Нанести на кожу рук плотным слоем, оставить на 10-15 минут. Далее распределить маску, дождаться полного впитывания. Мне интересно прям попробовать, если честно. Так, они у нас не запечатанные. И сейчас для сравнения вторую. Надо было на другую. Ой, вот это прям еле выдавливается. Ночная, она такая плотная-плотная, невозможно. Так, первая. Как плотный крем. Тоже достаточно плотная текстура. А здесь прям еще плотнее, видите? По ароматам. Ой, вкусно обе пахнут. Такая какая-то зимняя парфюмерная душечка. И немножко как меда чувствуется. Масло макадамия, она тоже имеет такой... Ой, какой питательный. Ой, класс вообще. Очень питательная текстура у обоих продуктов. Сегодня буду на ночь прям делать. Чего? Вам расскажу. Вот видно даже разницу уже. Прям питательная-питательная. Класс. Так, дальше. Два продукта из одной и той же линейки. Это у нас соцсредства для устранения шелушений, интенсивного ухода и смягчения. Сухой обветренной кожи, губ, лица, тела с ароматом кокоса. И соцсредства для восстановления сухой обветренной кожи, губ, лица и тела с ароматом папайи. Вот такие вот два продукта взяла. Потому что это сейчас очень актуально. Нереально сохнут губы. Смотрите. Масло жажабая там и там. Облепиховое масло. Депантенол, экстракт, ромашки и там и там. Чем же они у нас отличаются, девчонки? Беслс, силиконов и фарабенов. Это тоже очень важно. Так, где у нас составы применения? Составы. Отличаются. Отличаются составы немного. Так, а способ применения? Нанести небольшое количество скраба на губы, лицо, локти, коленки, пятки или иные проблемные участки кожи. Помассируйте, затем утолите салфеткой. А здесь у нас бальзамчик наносим уже после скрабирования на сухие участки тела. То есть можно куда угодно, что у вас сохнет, туда и наносим. Губы, локти, ноги, ступни, руки. Ну, в общем, что душе угодно. Особенно сейчас, когда уже у нас минус три с утра, мы идем в школу, прям вот лицо обветривается. Это актуально на самом деле. Давайте посмотрим, что они в себя представляют. Вот такие два тюбика серебряные. Так, такой плотный. Плотная такая упаковка, скажем так. Так, это у нас скраб, вот этот, по-моему, да? Первый. Фокус. Скраб, ага. Здесь уже все у нас зафольгировано. Такой желтенький. Скрабик. Выдавливайся. Ох, как много. Так. И восстанавливающий бальзам после скрабирования, питательный. Ромашка еще воспаление снимает здорово. Тоже желтенький. Вот какой. Сейчас посмотрим. Так, скрабик. Ой, здесь такой мелкий абразив, девчонки, вам даже камера его не передаст. То есть, в целом, структура очень плотная. Практически без запаха, еле-еле уловимая. Одушка. И по типу гамажа, но они такие мелкие-мелкие-мелкие. Вообще, вот вдавливаешь, когда в кожу, они чувствуются. А так, они очень мелкие, абсолютно не травмирующие. То есть, я их ощущаю, но они не травмирующие, они очень маленькие, их мало. Вот так, когда начинаешь на одном месте вдавливать, тогда они только ощущаются. Но это хорошо. Так, и бальзамчик, что у нас из себя представляет. Такой же по плотности, как и скрабик, только здесь уже нет этих частичек. Ой, бальзамчик пахнет манго. Мне почему-то. Класс. Не сильно, я тоже еле уловимая такая душка. Мне кажется, в принципе, эти два продукта, они очень схожи. И состав у них отличается только тем, что в первом есть полирующие, такие скрабирующие мелкие частички, а в бальзамчике просто их нет. Ну, а может быть, еще одной, парой, тройкой компонентов. Вообще, здорово, текстура, сами видите, такая питательная. Сразу кожа прям масляная, увлажненная. Масел в составе много, достаточно. Но это просто зимний мастхэв, классно, здорово. Будем с вами все на лице обязательно тестировать, посмотрим, как работает. Ну что, начинаем тестировать. Так, первым делом берем скраб. Вот он, кокоскраб. На сухую кожу лица, девчонки. На губы, лицо, локти, колени, пятки. Ну да. Затем удали салфетку. Но мы будем с вами спонжем удалять. Класс. Мне, знаете, кажется, здесь прям как будто вазелина много. Помните, такой в детстве был в железных баночках маленьких вазелин. Так. Ну что я читаю? Я все равно мало что понимаю в составах. Вот так вот с вами сейчас нанесем на лицо. А, нет. Вот сейчас на лице чувствую отдушку ярко выраженную кокосика. И немножко примеси каких-то фруктиков. Очень масляная текстура, девчонки. Прям масляная-масляная. У кого сухая кожа, ой, это будет вашим спасением. Это однозначно. У меня раньше, до того, как я начала заниматься ютубом, до Фаберлик, получается, потому что я с Фаберлика начала снимать, да, у меня постоянно в холодное время года вот тут зона сохла и лоб посередине. Когда наносишь тональное средство, это какой-то просто ужас был. Любое, крутое, увлажняющее, какое угодно. Все эти шелушения подчеркивались и был просто какой-то мрак. Я тогда себя спасла кремами от Фаберлик и постоянным уходом. Я не всегда так за собой ухаживала, да. То есть буквально года три назад, может быть, несколько раз на неделю масочку, а то и реже. Крем, ну так, один был на все случаи жизни. А последние пару лет уже стабильно ежедневный уход, и моя кожа стала выглядеть гораздо лучше, чем пять лет назад и так далее. Поэтому уход, уход, еще раз уход. Такой парниковый эффект достигается за счет того, что текстура очень масляная. Кожа практически не краснеет, но так слегка-слегка, потому что вот эти частички, они действительно деликатные. То есть где есть сухость, вот у меня особенно вот на крыльях носа была зимой. В том году такого не было, нет, потому что правильно подобраны были крема, был правильный уход и до сих пор правильный. Так, губки поскрабируем. Губы сохнут сейчас очень. Хоть у меня увлажнитель, девчонки, Паша, дома практически ежедневно, на ночь мы его включаем. Но все равно, на улицу уходишь, обветривается, забыть же бальзамчиком помазать все. Все как следует проскрабировали, где все сохнет у нас, где не сохнет. Я еще, девчонки, ручки хочу. Я хочу проскрабировать ручки и потом с вами сделать вместе масочку с перчатками. Прямо вот так вот. Ой, кольцо надо снять, наверное, то сейчас все заделаю. Прямо вот так сейчас ручки все как следует проскрабировать. Сейчас ручки будут у меня как у младенца. Я забываю честно про руки и не уделяю им должного внимания, хотя тоже нужно. Руки у нас стареют так же, как и лицо, а то может быть и раньше. Особенно, если как я, вы не любите работать по дому в перчатках. Вот прям красота. Вообще, поэтому ручкам тоже нужно делать ванночки, скрабики всевозможные. Но все, невозможно успеть. Тут миксит своими интересными продуктами, прям смотивировал на уход за руками. Как следует, прошлась. Кутикулу вот так сейчас поскрабирую тоже. Классно. Но очень масляная текстура, видите, как я блещу. Сейчас вот если мы удалим спонжем, не потребуется ли мне умывание еще, интересно. Но посмотрим, может и спонжиком все хорошо снимется. Здорово, что миксит такие вот продукты выпускает. Во-первых, вовремя, в отличие от некоторых косметических компаний. То есть вот наступает холодное время, ход года. Хоп, такой вот годный продукт, да? Который прям вот будет спасением. Антисептики начали выпускать в различных форматах. Причем довольно бюджетные. Смотри, масло на лице тает, тает, стекает, как в сауне. Так, попробуем спонжем удалить. Я пока сейчас руки смою без вас. Вода потечет, чуть-чуть не ругайтесь. Руки невероятно гладкие, девчонки. Но потребовалось смыть с мылом. Потому что вот эта масляная текстура, она не смывается. Так они невероятно гладкие, отскрабированные, вообще супер. Вот лицо, смотрите, со спонжем. Сейчас попробуем. Ну вот этим вот, из фикса смоется, федерликовский не смоется нежненьким таким. Не, нормально смывается, он такой напитанный, маслянистый становится. Срок было прям тяжело мне смыть, мне пришлось прибегнуть к мылу, помыть руки смолом. Так что прям масло-масляное. Стираем. Не, с лица нормально, но она остается таким супер-супер напитанным, девчонки. Вот прям для сухой кожи, мне кажется, я вообще ничего лучше не встречала. Ну и даже периодически жирную кожу, ее тоже нужно увлажнять, ее тоже нужно питать. Обязательно, ни в коем случае нельзя про это забывать. Любая жирная кожа, зимой все равно склонна к сухости. Ну вроде убирается и нет такого парникового эффекта. Есть сияние, есть немного блеска от масел. То есть такую процедуру я бы посоветовала на нос, девчонки, все-таки делать. Это не утренний вариант ухода, однозначно. Вот, я сейчас немножко потру еще свое лицо. Ну и в принципе все, уже практически все. Все вытерла. У нас написано салфеткой, сейчас бы, конечно, пригодились бумажные тоже салфетки. Вот тут все излишки убрались бы как нельзя лучше масляные. Однозначно. Я промокну полотенцем. Вот так, еще немножечко вытру. Вот. Вот, вот теперь мне комфортно, вот теперь хорошо. Теперь хорошо, невероятно нежная, гладкая кожа, девчонки. Напитанная. Прям такая лосница от питания, от ухода с маслами. Прям здорово, очень здорово. Так, и теперь мы с вами нанесем сос-бальзам для сухой кожи. Я немножечко совсем нанесу. Где ты? Моей кожи много не нужно. Вот, немножечко распределю. Вот они немножечко. Мне кажется, я много взяла. Сейчас на декольте, на губки. На руки не буду, на руки крем попробую. На локоточки сейчас нанесу. Остатки много прям взяла, там каплюшечку можно. Сейчас, котен, подожди, пожалуйста, еще чуть-чуть, и я выйду. На локте распределим. Вот, красота. И по лицу. Он прям очень питательный. Питательный. Невозможно. Губки такие гладенькие сразу. Пахнет классно фруктиками. Если скраб больше кокосиком, то здесь фруктики. Вот где у вас места сохнут, туда и наносим. Я прям на все лицо сделаю. Будет у меня сегодня релакс. У нас вечер сейчас уже. В принципе, это у меня получился вечерний уход такой питательный. Завтра проснусь, посмотрю. Не утяжелит ли это мою кожу, не возникнут ли какие-нибудь подкожники, не изобьются ли поры и так далее. Я вам обязательно расскажу о своих впечатлениях. А пока вот такая вот у меня кожа напитанная маслами. Кстати, вот этот бальзам, мне кажется, сейчас стою и думаю, для сухой кожи можно перед выходом на улицу смело наносить. Для сухой кожи, да. И если у вас, как у меня, вот было несколько лет назад, сохнут какие-то определенные участки, и тональный крем ложится из-за этого плохо, то можно сначала на эти участки каплюшечку прям, да, нанести вот этого бальзама, а потом сверху положить тональный крем и будет идеально вообще. Красота. Я прям испытываю релакс. Хочется на зону декольте еще. Давно у меня не было таких прям питательных продуктов, но сейчас самое время на зону декольте с вами нанесем. Все напитаем. Смотрите, можно и вид на стопы, и скрабик сделать, и нанести бальзамчик. Ой, красота. Так, пару раз в недельку, даже, может быть, раз в неделю, я чаще делать не буду. Вот такую процедуру на ночь, потому что у меня кожа комбинированная, да, для тех, у кого она сухая, мне кажется, можно 3-4 раза в неделю, но и по мере необходимости пользоваться бальзамчиком. Классно. Так, сейчас пойдем с вами делать вместе с перчатками маску для рук. Ну что, девчонки, поехали. Взяла перчатки, взяла вот такую ночную масочку. Руки и так безумно мягкие после скрабика. Вообще сейчас это актуально. Столько раз в день моем руки из-за этой пандемии. Плотным слоем написано. Сейчас много прям выдавим. Столько раз моем руки, столько раз их обрабатываем антисептиками, что руки наши нещадно страдают сейчас больше, чем другие части тела. Так. Прямо вот так. Кажется тоже пару раз в недельку, вот такую процедуру. Пару раз в недельку ночную, пару раз в недельку дневную. И красота. Плотным слоем прям вот так вот все как-то намазюкаем сейчас. Эх. Склизко. Так. Так. Одеваю перчатки. Залезть бы в них теперь так. Опа, правильно одеваю? Вроде да. Крем подсобирается. Так, одевайся. Угу. Вторая. Сейчас посижу, так пока делать нечего. Может и побольше, чем 15-20 минут. Посмотрим. Так, одевайтесь как следует. Вот. Тут немножко, видите, крем подсобирается. Не очень удобно одевать перчатки на крем. Вот. Вот такую масочку. Может и вас смотивирую к уходу за ручками, да? Пишите, девчонки, вообще, как вы ухаживаете за своими руками. Любите ли это делать или тоже, как я, забываете частенько. Ну все, вот так вот посижу, похожу. Можно, в принципе, что-то делать. Вы в перчатках, да? Ничего страшного нет. Так, девчонки, пока сидели, делали уроки, вот уже, наверное, сижу минут 40. Катя, в стене перчатку. Потом мне иди удобно. Вот так сверху, да. Давай посмотрим, что там происходит. Посмотрите, крем почти весь впитался. Руки очень напитанные. Очень напитанные, увлажненные. Вообще супер. Вот сейчас, смотрите, небольшие остатки, да? Мы их по ручкам распределим. А так напитанные. Прям мягенькие, мягенькие. Кутикула. Все пальчики очень мягкие. Классно, конечно. Периодически можно такие процедуры делать, даже с обычным кремом. Но лучше, конечно, такой вот питательный. Девчонки, набираю себе ванную. Сейчас хочу добавить вот это вот сухие сливки для ванны, для шелковистой кожи с маслами манго и органа. Сейчас прям вот так рукой. Вот прям на ощупь, как сухое молоко. Красота. Такой аромат бомбезный вообще. Манго прям мой любимый. Сейчас две горсточки вот так. Водичка такая белая становится, смотрите, непрозрачная. Ой, аромат какой. Ну, сейчас прям будет спа на дому. Слушайте, и рука после воды действительно такая мягкая. Прям вот как будто... Ну, не как будто, а из-за масел в составе, да? Класс. Ой, какой аромат. Я надеюсь, что она на теле будет держаться. Мой любимый манго аромат. Все, водичка такая непрозрачная, как будто в ней, правда, сухие сливки растворили. И вот это шикарный аромат манго. Субтитры сделал DimaTorzok